Ассаламу алейкум, уважаемые жители района. Сегодняшнее выступление у меня связано с общей инфекционной заболеваемостью в районе и инфекционной заболеваемостью, которая сейчас идет в нашем районе и в соседних районах. Так как территориальный отдел Роспотребнадзорботливского района ослуживает 4 района, у нас инфекционная заболеваемость за 5 месяцев 2023 года всего 453 случаев. В Подховском районе 198 случаев, в Ахвахском районе 94 случаев, в Гумбетовском 35 и в Цумадинском 108 случаев заболевания. Это я подчеркиваю для того, чтобы мы понимали, что инфекционная заболеваемость никуда не делась. Основная проблема составляет сейчас инфекционные заболевания, связанные с вакцинно-управляемыми инфекциями, такими как кор, эпидпаратит, который сейчас идет по республике Дагестан и в нашей районе тоже не исключение. За 5 месяцев 43 случаев кори. Из них 11 случаев в Подховском районе, в Ахвахском районе 8 случаев, в Гумбетовском районе 2 случаев, в Цумадинском районе 22 случая. Что привело к этому и что нам нужно делать? Такое заболевание, эпидпаратит, кор, у нас более 15-20 лет не было за регистрации. Вот последний год, полтора, в связи с отсутствием вакцинации у детей, особенно младшего возраста, от года до 5 лет, от 7 до чуть выше, это заболевание у нас вновь вернулось. Это благодаря, будем говорить, тех родителей, которые посчитали, что вакцинация это вред или лишнее, или по каким-то другим соображениям. Хотя без проблем мы вакцинировались и без проблем 15-20 лет мы без этой инфекции жили. Чтобы избежать эту заболевание у нас других, ни прямых лекарственных препаратов, ни специфического лечения, ни абсолютно других. У нас другой защиты нет, кроме как вакцинации. Эпидпаратит, осложнение грозное, вы знаете, это мочеполовая система мужчин и женщин. Это и влияет на рождаемость или так далее, способность в последующем иметь детей. Поэтому единственным вариантом, единственным возможным выходом из этой ситуации, чтобы не нагнетать ситуацию, чтобы не болели наши дети. Это всего лишь проведение вакцинации. Слово вакцинация избитая и все почему-то после некоторых событий осталось у нас таким негативным. Но вакцинация это проведение два раза всего лишь маленького укола, проведение ослабленной убытой вакцины. Посмотрите интернет, ни одного случая в моей практике, в практике моих коллег не было, чтобы заболел человек, вакцинированный ребенок. И поэтому я еще раз прививаю, провести вакцинацию, и чтобы у нас дети остались здоровыми, они чтобы не переболели и без этих осложнений, последующих проблем для детей, проводить вакцинацию всех детей, чтобы эту инфекцию мы победили. Если мы этого не сделаем, у нас эта инфекция будет продолжаться, и вы это видите, из дня в день он больше и больше становится. Кто же болеет? Болеют в основном из сел, которые меньше всего вакцинированы дети, больше всего отказников. Это Мярсо там есть, у нас здесь есть, Анди есть, у нас есть, Ботлихы болеют, Гагатли тоже там один случай есть, посмотрим, как в дальнейшем будет. Много вопросов у родителей появляется в связи с отстранением не привитых детей, а в организованных коллективах. Это отстранение проводится на основании действующего законодательства. Есть у нас санитарные нормы. Кому интересно, это санитарные нормы 3686-21 года о профилактике инфекционных заболеваний. Есть там ссылки на конкретные пункты. И там, говорится, для недопущения возникновения вспышечных заболеваний, то есть одномоментных заболеваний в организованных коллективах, в случае возникновения хоть одного случая, там кори в организованном коллективе или контакты коревым больным, детей, посещающих организованный коллектив, эти дети отстраняются от посещения организованных коллективов при коре 21 день. Со дня последнего заболевания коревого больного или контакта с коревыми больными. Это что касается кори, это так. Что касается полиэмилита, который мы делали, туровую иммунизацию, мы много по телевидению говорили, показывали. У нас было два этапа. В феврале делали и в апреле делали два этапа, делали туровую иммунизацию. То есть с охватом всех детей мы это проводили. Там тоже в законе написано, в организованных коллективах отстраняются дети или изолируются, правильно говоря, там пишутся, изолируются дети после получения ребенка в организованном коллективе привыки к живой полиэмилитации на 60 дней. То есть последняя туровая вакцинация у нас была с 3 по 9 апреля этого года. С 3 апреля считаем 60 дней, это получается 3 июня. Значит, начиная с 3 июня, эти дети, которые были изолированы в связи с туровой иммунизацией, могут посетить детские сады или другие организованные коллективы. Там неясного, непонятного ничего нету, 60 дней с датой последнего получения привыки в данном организованном коллективе хоть одного ребенка. Все, последняя дата у нас такова была. Если в последующем будут еще вакцинированы там по лимиту, значит, если в последующем какие-то дети будут, значит, с той датой нужно это считать. В настоящее время с 3 апреля по 3 июня этого года. У меня все. Если какие-то непонятные вопросы будут, мой телефон есть у всех. Наверное, и по телевизору покажут. Мне вы лично можете позвонить. Мы каждый случай можем, каждый отдельно обсудить. И вам разъяснить никаких проблем в этом нет. Спасибо за внимание. Надеюсь на ваше благорассумие и проведение вакцинации и не допущение дальнейшего заболевания в районе. Продолжение следует...